Будет ли поводок, во сколько рассвет и достаточно ли влаги в почве? Ответ на эти вопросы знает Светлана Запорожец, специалист с 18-летним стажем. Начальник станции Бобруйск в народные приметы не верит. Полагается только на проверенные данные. Мы наблюдаем за видимостью, а высотой облаков, количество облачности, температура воздуха, почвы, осадков, ветер, направление средняя скорость. Метеостанция обслуживает наши 55 организаций. Бобруйского района, Кировского и Глузских районов прикрепленных. Суды, гострахи, следственные комитеты все берут на основании наших данных. Работа на станции кипит в режиме 24 на 7. Метеорологические наблюдения специалисты проводят каждые три часа. Осадкометр Третьякова помогает установить количество влаги. А при помощи психометрической будки узнают температуру воздуха. Здесь установлены термометры и гигрометр. Вдоль прибора для измерения влажности натянут обезжиренный конский волос. При сырой погоде он становится длиннее. А это прибор, который измеряет высоту облаков. Метеоролог запускает его дистанционно с пульта. Внутри лампа и система зеркал. Луч бьет высоко в небо и достигает нижнего края. Результаты измерения мгновенные. Здесь же установлена современная финская автоматическая система Вайсала со множеством датчиков. Они фиксируют огромное количество разных параметров погоды. Данные поступают на монитор к метеорологам, которые шифруются и пересылаются синоптикам в Белгидромедцентр. Самое сложное в работе метеоролога – это, конечно же, плохая погода. Когда у нас наблюдается опасное гидрометеорологическое явление, мы должны оперативно среагировать, отослать штормовые телеграммы в Минск, в Могилёв, организациям нашего города и района в Глузске-Кировске. В Бобруйске самым жарким считается август 2010-го, плюс 38. Минимальная температура зафиксирована в 1970-м, минус 37. По наблюдениям метеорологов, за 10 лет на долю белорусов выпадает всего 160 ясных дней, а вот пасмурных – почти полторы тысячи. За 40 лет меняется и климат. Более теплыми становятся лето и осень. Растет количество осадков. Синоптический мониторинг в республике на регулярной основе ведется уже 99 лет, а значит, в следующем году служба отметит вековой юбилей.